28 января 1998 года. Украина. Полиция арестовывает участников подпольной революционной организации Южно-Русский Рабочий Союз. Среди задержанных молодой революционер Лев Бронштейн, который позже возьмет псевдоним, известный всему миру – Троцкий. В одесской тюрьме Бронштейн провел два года. И даром времени не терял. Из книги воспоминаний Льва Троцкого «Моя жизнь». Именно в этот период меня заинтересовал вопрос о франкмасонстве. Я в течение нескольких месяцев усердно читал книги по истории масонства, которые мне доставлялись родными и друзьями из города. Почему, для чего торговцы, художники, банкиры, чиновники и адвокаты стали называть себя с первой четверти 17 века каменщиками? Воссоздавая ритуал средневекового цеха, откуда этот странный маскарад? Троцкий приходит к выводу, что именно масоны были зачинателями большинства революций. Именно им удавалось создавать небольшие, но крайне эффективные организации. Благодаря изощренным видам конспирации, некоторые масонские ячейки могли долгое время быть недосягаемыми для существующего режима. В работах, посвященных масонству, говорилось, что лидеры этих оккультных орденов, так называемые мастера, добивались полного подчинения воле своих учеников. Иные даже превращали последователей в послушных марионеток. Генерал ФСБ в отставке, историк спецслужб Валерии Маливанны считает, не ограничился теоретическим изучением столь полезного для революционера опыта франк-масонов. И позднее сам примкнул к одной из реально существующих организаций. Он же сам был великим магистром ложи Острея. И вот он приносит эту идеологию в свою жизнь и работу. Исследуя исторические документы, Валерий Маливанный находит все больше доказательств, что именно оккультные масонские организации помогли Троцкому стать красным Бонапартом. Вот лишь одно из них. 27 марта 1917 года Лев Троцкий покинул приютившую его во время эмиграции Америку и отправился на норвежском пароходе в революционную Россию. На борт парохода Троцкий поднялся вместе с миллионером Чарльзом Крейном. Доподлинно известно, что банкир Крейн, которого за влияние на президента США Вудро Вильсона и многих сенаторов называли серым кардиналом Америки, был также председателем одной из самых влиятельных масонских лож мира. Зачем Троцкий отправился в Россию, понятно. Но почему такой занятой человек, как Крейн, вдруг решил устроить себе океанский вояж? Вскоре это становится ясно. Когда корабль по пути в Европу заходит в канадский порт Галифакс, Троцкого арестовывает местная полиция. Его сначала сняли и поместили в лагерь военнопленных, а потом приехал лейтенант Рейли, агент Ми-6, и освободил его. Ему дали 10 тысяч долларов, и с этой огромной суммой по тем временам он приехал в Россию в 1917 году. Лейтенант Рейли действовал по просьбе Чарльза Крейна. Американский масон должен был устранить проблемы, которые помешали бы революционеру попасть в Россию. Опять же, надо понимать, что именно в 1917 году, в октябре, именно Троцкий сделал революцию, а не Ленин. Ленин об этом даже не знал. Именно Троцкий, будучи председателем Петросовета, вывел толпы народа и красногвардейцев Петрограда тогда на улицы. К этому времени Лев Троцкий был неплохо подготовлен к своей новой миссии. Его влияние на многотысячную толпу казалось безграничным. Заряженные энергией его выступления люди готовы были идти хоть на смерть. Троцкий был, наверное, лучшим оратором из всех того времени. Сохранились его записи. У него блестяще поставленная речь, у него очень грамотно. Это буквально учебник для пиар-технологов или для энелперов. Как это нужно делать, где нужно голос повышать, где понижать. Так он здорово над этим работал. Троцкий и раньше был неплохим оратором. Однако современники отмечают, что именно после возвращения из США его способность влиять на других достигла непревзойденной высоты. Возможно, новые наставники научили его чему-то особенно эффективному. В поведении Троцкого странным образом проявилось много черт, присущих ритуалам древнеегипетских жрецов. Он все делал так, как изображено на фресках. В частности, взмахи вверх обеими руками. Жрецы страны пирамид верили. Руки, поднятые вверх, помогут оратору зарядиться энергией неба и при помощи этой энергии управлять людьми. А современные психологи скажут, что все эти жесты хорошо влияют на толпу. Далее – кунусовидная бородка, отрощенная Троцким именно в Америке. Интересно, но именно древние египтяне считали, что небольшая борода наделяет фараона магической силой. Те, у кого ее не было, носили футляр. Троцкий-то был, конечно, актер. Он все время был на сцене, во внимании он купался и использовал это для таких магических целей. В октябре 1917-го власть временно оказалась в руках большевиков. Времени у новых правителей было мало, положение зыбким. Тогда и началось самое страшное – борьба за умы миллионов. Хорошо изучивший труды масонов Троцкий знал, что настоящая сила не у политиков или военных, а у жрецов – властителей дум, хозяев новой религии. Но чтобы люди поверили в нее, нужно было покончить со старых. В 1918 году он возил по Руси памятники Иуды, которые специально изготовили в Кремле. И вот в Свиярске, когда они выбили оттуда войска Камуча, части Капеля, да, они установили памятник Иуды торжественно. Это было главным ударом по устоям православной патриархальной России. Памятники Иуде, разрушение церквей, вскрытие мощей православных святых – все это служило единой цели Троцкого. Большевики уничтожают христианские святыни, однако Бог молчит и не наказывает красных безбожников. А это значит, что Бога нет. Или же он слабее той силы, что стоит за большевиками. На владение этой силой был направлен весь новый госаппарат. Спецслужбы давно уже, ну, собственно, с тех самых пор, как раз, да, с 20-х годов, а может быть и раньше, начинают, по крайней мере, с 20-х годов точно интересоваться то, что называется оккультные практики, сверхъестественные способности, потому что это рассматривается как один из потенциальных ресурсов управления массами и так далее. Резолют помогает печени утром, днем и вечером. Проверено клинически. Вечер открыт. Все работы в этом направлении курировал заместитель Дзержинского, видный троцкист Глеб Бокий. Глеб Иванович Бокий – это был начальник секретно-шифровального отдела ВЧК. Главный сироскир ложи масонов, Атрия, французской ложи масонов. И мало этого, мы знаем, что в 21-м, 22-м году именно Барченко вместе с Бокий создает масонскую советскую ложу, которая называлась «Единое трудовое братство». Это невиданное дело, когда в государственные структуры власти влезает официальная масонская ложа. Такого нигде, ни в Европе, ни в Америке. И вот какие конкретные меры были предприняты Глебом Бокия. В 1918 году он помогает Владимиру Бехтереву организовать работу Института мозга. Таким образом, чекисты получают в свое распоряжение лучшего по тем временам специалиста по изучению мозга и психической деятельности. В 22-м году была создана специальная комиссия для изучения паранормальных явлений. Целая большая комиссия. Были различные группы, которые занимались и ясновидением, и яснослышанием, и телепатией. По воспоминаниям современников, именно академик Бехтерев рассказал Глебу Бокии о странном психическом феномене жителей Кольского полуострова. Существует такая болезнь на севере, мерячине они ее, как называли, или полярный синдром, северный синдром, когда люди начинали сходить с ума. Там описывается, что 70 человек одновременно стали говорить на разных языках, на каких-то непонятных, куда-то они стремились попасть на север, куда-то в полярной звезде. В общем, вели себя неадекватно. И я так думаю, что интересовали все вот эти вот и большевиков, и нацистов именно способы управления толпой. Один из участников экспедиции, физик и астроном Александр Кандиайн предположил, что повышенную внушаемость человека вызывают таинственные космические лучи. Большую часть этих лучей отражает электромагнитное поле Земли. Однако в районе Северного полюса и прилегающих территорий это поле ослабевает. Свою гипотезу Александр Кандиайн строил на том, что вспышки этой странной болезни происходят чаще всего во время северных сияний. Именно в этот момент Земля наиболее сильно подвержена воздействию из космоса. Для исследования влияния этих таинственных лучей на деятельность головного мозга требовались мощные стационарные лаборатории, которые могли работать непосредственно на севере. На основании этого Глеб Бокий, в состав отдела которого входил Барченко, и профессор Успенский, который тоже входил в состав этого отдела, по докладной на имя Сталина создали Соловецкий лагерь особого назначения на острове Соловки. И вот 6 июня 1923 года, задолго до официального решения об образовании исправительного лагеря сокращенно СЛОН, на Соловки прибывает первая партия осужденных. Странно, но все так называемые враги народа, видные ученые, никогда ранее не замеченные в контрреволюционной деятельности. Более того, помимо обширного багажа с личными вещами, опальные ученые везли с собой редкое и дорогостоящее научное оборудование. Были собраны лучшие интеллектуальные силы страны, начиная от художников и кончая биологами. Лучшие. Флоренский, Виноградов, Лихачев и далее везде. Эти люди были помещены, как нам говорят, в лагерь. Сами себя называли обществом естествоиспытателей Ледовитого океана. Одним из самых загадочных заключенных Соловецкого лагеря был известный ученый и мистический философ Павел Флоренский. Окультный отдел Глеба Бокия заинтересовался им после того, как тот в 1922 году издал философско-мистический трактат «Мнимость в геометрии». Там Флоренский рисует картину вселенной, которая живет по законам, еще недоступным современной науке. Мистический мир духовных существ, которых люди называют ангелами или демонами, по его утверждению есть, и можно туда проникнуть. Флоренский-то, несмотря на то, что он был православный священник, продвигал-то он кабалу. И изучал кабалу, и писал о ней, и много чего делал. Официально известно, что Флоренский занимался в лагере научной работой, результат которой более десятка запатентованных научных открытий. Особый интерес для Флоренского представляли водоросли, из которых ученый пытался получить полезные для питания человека вещества, в том числе агар-агар и йод. Ученые того времени считали, что йод сильнее всего влияет на деятельность мозга. В зависимости от концентрации и состава, йодосодержащие вещества могли либо активизировать мозг, либо вызвать угнетение мыслительных способностей. При особых условиях это могло превратить человека в послушного зомби. Можно лишь предполагать, что за эксперименты проводились в таинственных северных лабораториях. Ведь Глеб Бокия и его подручные тщательно позаботились о сохранении секретности. После того, как был закрыт слон, там образовался был стон, славецкая тюрьма особого назначения, в которую собрали весь обслуживающий персонал слона, и он был уничтожен физически. После этого была еще волна, в которую собрали весь обслуживающий персонал, который уничтожал первый слон, и он был уничтожен физически. Манипуляция сознанием человека была только одним из направлений лабораторий ОГПУ. Начальник спецотдела Глеб Бокий был почитателем работ французского мистика Сент-Ивдал Вейдра. Тот считал, что нам предшествовала некая более могущественная цивилизация. У самого Дальвейдра были учителя индусы, которые в то время в Европе были индусы, и вот они встречались с ним в Париже, и вот они ему передали какие-то знания. В общем-то, назвать их тайными знаниями я не могу. Просто это были какие-то традиционные, религиозные какие-то взгляды. Вот что-то из индуизма или из тибетского буддизма, на основании чего он построил свою концепцию, вот этой заповедной Агартхи, которая находится где-то в подземелье, там под землей, в горах, где-то вот. О древней расе писали и до него. Чаще всего оккультисты обозначали ее как Шамбалу или Агарти и утверждали, что это государство погибло во время глобального катаклизма. Однако только Сент-Ивдал-Вейдер утверждал, что потомки этой древней расы до сих пор живут на земле. Вообще у Дальвейдера не идет речи о Шамбале. Он пишет только о Агарти, как о неком подземном, то ли городе, то ли государстве, которое находится где-то на стыке Афганистана, Индии и Тибета. Сторонник теории Дальвейдера Глеб Бокей уговорил Дзержинского снарядить в этот регион экспедицию. Ее целью был поиск наследия Шамбалы. Экспедицию возглавил проверенный агент ОГПУ Яков Блюмкин. Он добрался до Тибета и был в Хасе в начале 1926 года. И был некоторое время там, потом вернулся в Москву, сделал отчет. И, следовательно, эта экспедиция частично увенчалась успехом. Всяком случае, в том плане, что Блюмкин привез совершенно в Москву совершенно фантастические сведения о том, что Ламы и Далай-Ламы допустили его в какие-то там подземелья и показали ему какое-то необыкновенное оружие под названием ваджа, которое может мгновенно уничтожать врагов и так далее. Как следует из рассекреченных фрагментов допроса самого Блюмкина, устройство таинственного оружия тибетских Лам Блюмкина писать так и не смог. После возвращения в Москву он начинает подготовку новой экспедиции. Однако внезапно умирает его покровитель Феликс Дзержинский. Пост начальника ОГПУ занимает Рудольф Минджинский. Тот считает, что Блюмкин давно находится на крючке у немецких спецслужб. Главный разведчик страны Советов не ошибся. Блюмкин, понимая, что ему больше не доверяют, выходит на связь с немецкой разведкой и предлагает им продать таинственные секреты тибетских Лам. Он пишет о том, что в 1925 году, после определенных договоренностей с Далай-Ламой XIII, который являлся тогда руководителем тибетского государства, ему были показаны некие технологии, оставшиеся от прошлых цивилизаций. Впоследствии информацию об этих технологиях он передал немецким резидентам с целью получить финансирование для более серьезных экспедиций. Об инициативе Блюмкина становится известно руководству ОГПУ. Вскоре его ловят и приговаривают к расстрелу, а затем репрессии обрушиваются и на самого Боке. Лаборатория Боке была уничтожена, как известно, в 1937 году. Боке был расстрелян. Глеб Бокей был обвинен в создании оккультной организации «Единое трудовое братство». Что касается причин, по которым была ликвидирована спецлаборатория Боке. Дело в том, что, как мы знаем, в те годы происходила активная ротация. И тем более эта ротация касалась органов НКВД в первую очередь. Бокей был автономен. Он был неподотчетен руководству НКВД. И в частности, пришедшему руководителю Ежову. Поэтому, естественно, он был просто членом другой команды. То есть, это была некая автономная структура в рамках НКВД, которую следовало ликвидировать. Причем, неизвестно, давал ли на эту ликвидацию свое разрешение Сталин. Но даже если он и давал такое разрешение, неизвестно, чем это мотивировалось. То есть, в тот момент в рамках НКВД и в рамках армии происходило некое столкновение интересов различных групп. Согласно тексту официального обвинения, члены этой организации собирались убить Сталина и обеспечить приход к власти Троцкого, который на тот момент находился в вынужденной эмиграции. Не доказано, действительно ли Глеб Бокей готовил покушение на Сталина. Или это фантазии следователей, которые хотели выслужиться перед начальством. Но факты свидетельствуют, что сам Сталин уничтожал всех сторонников Троцкого, так как считал его своим главным политическим конкурентом. По мнению историков, Сталин, как и Троцкий, был заинтересован в исследованиях тайных способностей человека. Но эти эксперименты впредь должны проводить только лояльные Сталину люди, которые никогда не были замечены в симпатиях к Троцкому. В 1939 году уже функционировала другая спецлаборатория НКВД, под руководством Савельева. Называлась она Андроген. Именно Андроген продолжил исследования, которые проводили люди Глеба Бокия. Однако гриф секретности не снят с этих документов до сих пор. Историки считают, что в принятии некоторых решений Сталин руководствовался не только соображениями чистого прагматизма. У него могли быть скрытые мотивы. Сам Иосиф Исарионович Сталин был человек далеко понятен, понимающий в мистике и глубоко понимающий в мистике, учитывая, что он закончил Иезуитский колледж. Закончил его, кстати, в одной группе с Гуржиевым, Успенским и Микояном. Учитывая то, что он после этого стажировался в Римском Иезуитском колледже. Часть историков не согласна с официальной биографией Сталина. Есть сведения, что он действительно одно время принадлежал к иезуитам, а позднее тщательно скрывал этот факт. Орден иезуитов был основан в 16 веке христианским мистиком Игнатием Лайолой. Именно этот святой первым ввел в практику медитацию и особые духовные упражнения, которые позволяют человеку войти в контакт с существами из иного мира. Иезуиты по части мистики были самой и остаются самой продвинутой структурой на территории нашей планеты Земля. То есть в мистике он разбирался досконально. В то время, когда Иосиф Джугашвили учился в духовной семинарии, бытовали верования, будто иезуитам доступны тайные знания, которые позволяют человеку творить чудеса. Но возможно ли, что будущий ярый коммунист в это верил? В Дневникове считалось, что монах здесь в Лондоне взлетел, а в Париже через секунду опустился, это считалось в порядке вещей. То, что ты можешь считать мысли человека на расстоянии, если у него нет блокировки, вокруг него не сидят люди, короля, например, это считалось в порядке вещей. И так далее, и так далее, и так далее. Поэтому только недальновидный правитель отрицает огромное цивилизационное прошлое человечества Земля. Вот интересный и малоизвестный факт. В 1927 году известный мистик и оккультист Георгий Гурджиев работает над книгой воспоминаний. Встреча с выдающимися людьми. Одну из глав он посвящает дружбе со Сталиным, который одно время носил псевдоним «Князь Нижерадзе». Он только заканчивает писать главу, к нему стучаться в дверь, это такая тоже легенда известная, ходячая. Он открывает, ему входит человек и говорит, «Ваш друг просил вам передать, чтобы вы уничтожили только что законченную главу». Поворачивается и уходит. Гурджиев, надо отдать ему должное, это его собственные воспоминания. Реально понял, что в момент окончания главы ему от Сталина пришло указание. И он и сжег главу князя. Если происшествие, о котором писал Гурджиев, действительно имело место, значит Сталину действительно было что скрывать. И вряд ли это была только учеба в духовной семинарии. Очень популярна тема о том, как Сталин три года в Баку учился у Гурджиева. Ходил, значит, в семинар Гурджиева. И, собственно, его такие, по сути, уникальные управленческие способности, способности работать с людьми, они вот, в частности, им он был обязан, в том числе, Гурджиеву. Но, похоже, Гурджиев был не единственным наставником Сталина в той области, которая сейчас носит название парапсихология. Почти достоверно, историки подтверждают, правда не все, но встреча Сталина с Рерихом. И совет Рериха никогда не размещать нигде свои портреты в анфас. Да, хотя бы чуть-чуть в полоборот. Да, вот так. То есть Сталин никогда не смотрит прямо. Или, иначе, как говорил Рерих, вас очень быстро, маги, так сказать, темные. Потому что многие хотят вашей смерти, да, и ваша жизнь будет в опасности. Получается, идеолог атеизма верил в сверхъестественные силы. Или даже обладал ими. Это косвенно подтверждает история писателя Даниила Андреева. В январе 1947 года его арестовывают за написание нового романа под названием «Странники ночи». Это произведение Андреев писал еще до войны, до второй половины 30-х годов. Роман замыслился по масштабу, как эпопея, не знаю, смесь войны и мир братьев Карамазовых, что-то такое. Это проза. Смесь реализма и мистицизма действия происходят в сталинской Москве в реальной, так сказать, обстановке. Это духовные пути русской интеллигенции во время тирании. Один из героев этой книги готовит боевую группу для покушения на Сталина. На допросах Даниил Андреев пытается доказать следователям, что организация покушения на Сталина, описанная в «Странниках ночи», является полностью плодом его фантазий и не имеет никакого отношения к реальности. Однако у чекистов было другое мнение или определенное указание. Что действительно существует реальная группа, готовящая покушение на Сталина, и он пошел по статье «Подготовка покушения на Иосифа Старионовича Сталина». Что его не расстреляли, это такое исключение обстоятельств случайно. В 1947 году было несколько месяцев зазора, когда высшая мера наказания, как расстрел, была отменена и заменена 25 годами. Вот он и получил эти самые 25 лет. Но эксперты утверждают, во второй половине 40-х годов смертная казнь была отменена только формально. Если бы Андреева действительно заподозрили в покушении на Сталина, то неминуемо расстреляли бы, официально заявив, что была попытка бегства, или заключенный просто умер от пневмонии. Однако Андреев избежал расправы и оказался во Владимирской тюрьме, где ему были предоставлены поистине курортные условия. Его сокамерниками были, например, Шульгин, известный монархист, некоторые другие люди. Они там занимались, ну, в общем, не так плохо проводили время, как некоторые другие, особенно в лагерях. Могли играть в шахматы. Андреев организовывал курсы по обучению арестантов стихосложению. У них были молитвенные, так сказать, бдения. Ответить на вопрос, почему Даниилу Андрееву сохранили жизнь, поможет загадочный инцидент, который произошел почти за 10 лет до его ареста. 11 марта 1938 года во время прогулки на территории Кремля на Сталина было совершено покушение. Стрелком оказался лейтенант Данилов, военнослужащий Тульского гарнизона. На хорошо охраняемую территорию Кремля Данилов попал, переодевшись в форму офицера войск НКВД, предъявив поддельные документы. На допросе Данилов заявил, что является участником тайной террористической организации. Многие обстоятельства того реального дела удивительным образом совпали с деталями романа Даниила Андреева, который он по собственному признанию начал писать еще в 1937 году, то есть за год до реального покушения. Получается, все это или удивительное совпадение, или Даниил Андреев обладал невероятной интуицией. Возможно, именно это и спасло ему жизнь. И вот еще один очень странный факт. В том же 1937 он пишет Сталину письмо с просьбой содействовать возвращению из эмиграции своего брата Вадима Андреева. Тогда это письмо остается без ответа. Но удивительным образом Вадим Андреев получает советское гражданство в 1948 году. Для этого времени это было чем-то неслыханным. Брат врага народа, сидящего по расстрельной статье, получает вид на жительство. Причем по ходатайству самого заключенного. Все это еще раз доказывает, что Даниил Андреев был непростым смертником. Возможно, Владимирская тюрьма была для него своеобразной духовной лабораторией. На это указывает даже расположение места заключения Андреева. Сама камера была на месте тюремной церкви. То есть внутри было помещение, которое до революции служило тюремной церковью в этом месте. Так что можно сказать, озарение он получал вот в этом пространстве. Именно в этой камере, по собственному признанию, Даниил Андреев стал получать видение будущих событий, которые происходили не только на земном материальном плане, но также в иных мирах. Я, может быть, не разобрал четко. Может быть, я это не так понял. Может быть, я это не так увидел. И он говорит, когда он говорит о будущем, он говорит, я вижу будущее как цепь бедящихся дилемм. Судя по всему, Сталин знал об этом. Поэтому спрятал Андреева ото всех и держал в заперти. Есть сведения, что вождь интересовался такими людьми и их прогнозами на будущее. Из Ленинграда приехала Нина Дурова. Знаменитая колдунья. Знаменитейшая колдунья в народе. То есть это человек, который был очень близким к Сталину. И у нее в подчинении еще было две ученицы. Одна нумеролог, другая астролог. И Сталин без нее, без Нины Дуровой, ни одного дела не решал просто так. То есть он всегда очень почтительно относился вот к таким как бы экстрасенсорным способностям из русского народа. Астролог Сергей Вронский утверждал, что лично встречался со Сталином в середине 30-х годов и составлял для него гороскоп. Сегодня не найдено бесспорных доказательств, что Сталин этим пользовался. Однако современные астрологи уверены, что он действительно брал на вооружение эту древнюю науку. Странное совпадение. Но дату и время подписания наиболее важных документов Сталин назначал на время наиболее выигрышное с точки зрения астрологии. Если революция во многом ассоциируется, вольно или невольно ассоциируется с Троцким, то, конечно, Советский Союз это уже детище Сталина. Он и готовил союзный договор, он и докладывал о нем на съезде. То есть, собственно говоря, он открыл занавес союза. Считается, что именно Сталин определил время и дату подписания союзного договора. Вечером 29 декабря 1922 года, согласно астрологическим данным, планеты образовали редкую комбинацию. Гороскоп Советского Союза, в отличие от гороскопа революции Октябрьской, это гороскоп стабильности. Там все сделано, чтобы он был стабильным. Ну, есть такое понятие в астрологии, королевские градусы. Их вот из 360 всего круга, 7. Вот в гороскопе Советского Союза задействовано 3. По мнению астролога, подобная комбинация должна была обеспечить новому государству процветание на долгие десятилетия и победу в любой войне. Расположение планет рисует на небе, в отличие, кстати, от пентаграммы, пятиконечной звезды. Там рисуется шестиконечная звезда. Очень устойчивая и очень жесткая конструкция. В астрологии это обозначает, ну, такое незыблемое, как вот незыблемый фундамент, ну, как вот вся сталинская архитектура, да, более поздних времен, вот такое основательное, как пирамида, да, прочь настоящая, незыблемая на века, на тысячелетия. В тайные игры были вовлечены не только первые лица советского государства. 26 февраля 1918 на заседании Совнаркома было предложено перенести столицу из Петрограда в Москву. Официально предполагалось, что мера эта временная и связана с опасностью захвата северной столицы прусскими войсками. Инициатором переноса столицы был Владимир Бонч-Бруевич. Этот человек хорошо нам известен как пламенный революционер, который в период с 17 по 20 год играл ключевую роль в правительстве большевиков. Был управляющий делами Совнаркома. Но мало кто знает, что до революции Бонч-Бруевич серьезно занимался научными исследованиями. Бонч-Бруевич был специалистом по сектам, написал множество книг, но он именно пытался в них найти ту энергетику, благодаря которой он мог контролировать силу ООН, вносить раскол в крестьянство. Бонч-Бруевич не был кабинетным ученым, который изучал писания мистических сект. Он искал личного контакта с людьми, которые благодаря своим сверхъестественным способностям стали легендами при жизни. В своих воспоминаниях Бонч-Бруевич пишет о том, что несколько раз встречался с Григорием Распутиным. Ученый расспрашивал старца о его жизни, о мистических исканиях русского народа. На одной из последних встреч с Бонч-Бруевичем Распутин сделал удивительное предсказание. Известно, что Распутин встречался с Бонч-Бруевичем, и что Распутин пришел к Бонч-Бруевичу в кабинет. Тот, поскольку был человек из общества, а его брат Михаил был, впоследствии основатель Красной Армии, Михаил Бонч-Бруевич, его брат был генералом царским, и тот у того был свой кабинет, несмотря на то, что он был большевик. Ему пришел Распутин познакомиться и увидел портрет Маркса. Распутин не знал, кто это такой, он долго на него смотрел, сказал, вот за такими полки да полки пойдут. Изучая славянские мистические предания, в которых именно Москва называлась Градом Божьим, Новым Римом или даже Вторым Иерусалимом, Бонч-Бруевич мог прийти к выводу, что только новая столица способна привлечь магические силы, которые превратят страну в мировую супердержаву. Москва всегда была местным силой, на ней всегда было самое большое количество капищ в мире. По мнению историков, Бонч-Бруевич вряд ли прошел мимо трудов сподвижника Петра Первого, ученого и оккультиста Якова Брюса. Тот писал о магической силе Москвы, и именно Брюс был ярым противником переноса столицы из Москвы в новый город на Неве. Потому что здесь место стилы, здесь место правления миром. Это ось мира, это Лапланско-Нильский меридиан, это то, на чем стояли все великие столицы мира. Ну не бывает по-другому, он это знал. Брюс был уверен, что рано или поздно Москва вновь станет столицей. Поэтому работал над проектами будущего развития этого уникального города. Был создан план благих, проклятых мест Москвы. Это была подготовка к Брюсову изменению. Мало того, были выделены еще какие-то особые зоны, связанные в том числе и со знаками, и с планетами. Используя знания астрологии, Яков Брюс дал подробные указания, в каких местах лучше строить жилые дома, где фабрики и заводы, а где парки или проспекты. Определенные места Москвы годились только для захоронений или военных полигонов. Брюс считал, что если построить дом в секторе, предназначенном для завода или кладбища, то это плохо отразится на здоровье людей. Сохранился один из первых изданных, действительно реально изданных, планов Москвы 1739 года. Это так называемый Мичуринский план, на котором часть территории отмечена зодиакальными знаками. Ну, реки, например, отмечены разными зодиакальными знаками. И присутствует еще там один-единственный знак Сатурна. Причем, что он обозначает, толком никто не знает. Вот он стоит где-то там в Лефортово на берегу. Согласно астрологической доктрине, Сатурн – зловредная планета и несет людям несчастье. Совпадение или нет, но там, где Брюс поместил изображение Сатурна, уже в наше время был построен знаменитый Лефортовский автотуннель. На этом трехкилометровом участке дороги ежедневно происходят аварии. Иногда камеры наблюдения или видеорегистраторы фиксируют странные вещи, так называемые призрачные аварии. Лефортовский туннель давно заработал в народе дурную славу и получил название «туннеля смерти». Но никто пока не может точно объяснить причину повышенной аварийности. Ведь дело в том, что действительно проклятые места – это не выдумка старожилов, стариков. Действительно, люди замечали, в каких-то местах, районах Москвы, люди чувствовали себя лучше, в других – хуже, без всяких видимых причин. Где-то вода, которую можно пить, где-то вода мгновенно гниет, тухнет и так далее. То есть люди это все знали, где проклятые, где святые места. Да. Очевидно, и помимо Брюса знали об этом многие другие. Выдающийся архитектор 20 века Константин Мельников при разработке собственного плана развития Москвы использовал проект Якова Брюса. Он делил Москву на сектора. В этом секторе должны были жить ученые, а в этом военные, а в этом строители, а в этом мясники. А в этом надо было отдыхать, а в этом надо было учиться на сектора. И это было мистически выстроено. Он помогал создавать проект метро по плану Брюса, где было 12 станций по 12 знаком зодиака, от них 12 линий. Исследователи оккультизма считают, что деление Москвы по зодиакальным секторам, которое предложил Мельников, было одобрено самим Сталиным. Когда ему принесли кучу планов, и он в руках у Кагановича увидел листок, он говорит, ну-ка, Лазарь, чего у тебя за план-то генерального развития Москвы? И тот говорит, Мельников, он говорит, вот по нему и строить. Он даже остальные не рассматривал. Потому что Мельников был великий мистик. И сегодня Москва спроектирована именно так. Северо-запад отдан военным, юго-запад ученым, юг жилой, а восток промышленный. Для закрепления результата даже улицы в этих секторах столицы названы именами людей этих профессий. Однако Мельников был не единственным из мистически настроенных архитекторов. Мельников был архитектором, вот по призванию, он был действительно мистическим архитектором. Ну, напомним о том, что первый союз архитекторов в Москве назывался первой артелью. И возглавлял его великий мастер. Мы аналогию с масонами. А заместителем у него был не заместитель, а первый настоятель. И так далее. То есть вот это была первая строительная архитерия Москвы, в которую входили братья Веснины, Шухов, Щусев, Мельников и далее везде. Именно близкий знакомый Константина Мельникова архитектор Алексей Щусев был автором мавзолея Ленина. Он проектировал пятиколонную ротонду, которая должна была быть в виде пятиконечной звезды. Этот главный символ советской власти является также одним из самых древних и могущественных магических знаков. Пентаграмма, она очень широко, знаете, в восточной символике используется, в китайской, вот там, то, что у нас называется пятью стихиями. На самом деле это связано с пятью планетами. Два светила, Солнце и Луна, и пять планет. Вот пять планет, это взаимодействие пяти элементов китайских. То есть это целостность мира, взаимосвязь всего. Вот, наверное, от этого. К символике Красной Армии, которая потом и перешла в, значит, советскую символику, очень, так сказать, большое влияние сильно приложил руку Троцкий. Согласно мистической концепции, которая без сомнения была известна и Мельникову, и Щусеву, любая пентаграмма является своеобразной линзой, которая фокусирует энергию стихий в одну точку. Есть в Москве еще несколько интересных мест, ну, вот, в частности, пентаграмма. Опять пентаграмм, видимых с неба. Ну, во-первых, это самое известное, наверное, это театр Советской Армии, ныне театр Российской Армии. В фоне он имеет пентаграмму. Причем это совершенно не оправдано с точки зрения архитектуры, потому что в результате там совершенно ужасная акустика. Советские мистики верили, что здания, построенные в форме пятиконечной звезды, собирают энергию пространства. Таких сооружений на территории бывшего СССР десятки, а может быть и сотни. Это может быть парк, как в случае с загадочной пентаграммой в районе Лисаковска, или звездообразный выход из метро на станции Арбатска. Однако, как уверяют исследователи оккультных течений, у этих разных пентаграмм есть одно общее свойство. Один из лучей почти всех этих звезд всегда ориентирован на мавзолей. Оккультисты уверены, что именно он собирает энергию других пентаграмм. Сам мавзолей, он не пропорционален. Все детали в нем четко имеют свою какую-то миссию, несут какое-то предназначение. И, собственно говоря, когда человек становится на мавзолей, он попадает в перекресток всех вот этих линий и начинает излучать некую магическую энергию. Люди просто зомбируются. И на этом было основано многолетнее, 70-летнее правление Коммунистической партии. Вспомним. В июле 41-го года, когда немецкие войска рвутся к Москве, тело Ленина в условиях строжайшей секретности готовится к срочной эвакуации. Даже спустя столько лет в этой уникальной операции остается много неясного. Точно неизвестно даже, где находилось настоящее тело Ленина, а где были просто муляжи, копии. Валерий Малеванный много лет исследует тайны операций спецслужб. Здесь он обладает уникальным преимуществом. Ведь его отец Василий Малеванный лично участвовал во многих секретных проектах. Отцу в 41-м году, он был старший лейтенантом КВД СССР, было приказано вывести золотой запас Кремля в Омск. В Омске тогда находилась база, как бы кремлевская база, на, как он рассказывал, семь этажей вниз, на каждом этаже сидели офицеры НКВД с различными паролями. А в самом низу, на 10 километров, простирались пустоты. И в этих пустотах лежали все золотые запасы Кремля, золотые запасы России, и тело Ленина. То есть, на тот момент, на тот момент, ему это посоветовали оккультисты, Сталину. Общепринятая версия гласит, что тело Ленина во время эвакуации находилось в другом сибирском городе, Тюмени. Однако у некоторых исследователей есть иное мнение, подкрепленное весомыми доказательствами. Отец рассказывал, что ему подчинение дали двух генералов и четыре полковника. И три эшелона уходили. Только ночью они уходили. То есть, они боялись бомбардировок. И они уходили далеко. Да, Абвер знал. Абвер об этом докладывал. Были нападения. Семь раз диверсионные группы Абвера пытались эти поезда пустить под откос. Но найти эти поезда никто не мог. Это была совершенно секретнейшая операция НКВД СССР. В каком из вагонов находилось тело Ленина, никто не знает. И никто не знал на тот момент. Судя по всему, в Тюмень был послан муляж тела Ленина. А сама мумия была направлена в Омск. Косвенно эту версию подтверждает то, что именно в этом городе специалистам удалось разработать уникальный метод бальзамирования. Но это не единственная причина, почему был выбран Омск. Очевидно, Сталин, который и отдал приказ об эвакуации, опять же руководствовался своими соображениями. Вот это наверняка вынос тела Ленина, эвакуация, фактически эвакуация всего комплекса Мавзолея, она имела, ну так же, как и сам Мавзолей, он имел и имеет мистическое свойство. И, ну, это было смещение центра России, да, из Москвы, вот, действительно, в реальный центр, как евразийский центр, да, в центр территориальной Советского Союза. Объединение всего, так сказать, расширение фронта до размеров всей страны. Советского Союза больше нет. Однако, как память о непростой истории страны, над Красной площадью по-прежнему горят пятиконечные звезды, бросая неровные отблески на Мавзолей. К счастью, наука не подтверждает наличие каких-то мистических лучей и энергий, которые зомбируют граждан. Да и Мавзолей – это всего лишь груда шлифованного гранита. Все это доказывает только простую истину. Люди, которые оказываются на вершине власти, чтобы удержать ее, порой готовы подписать договор даже с самим дьяволом, не подозревая о том, что он тоже может оказаться простым шарлатаном. На этом наша программа закончена. Но прежде чем попрощаться, напомню, что наиболее интересные факты из нашей программы и документальных расследований РНТВ вы сможете найти в еженедельнике «Труд 7» в нашей совместной рубрике. А также заходите на нашу страничку в сети Facebook, следите за обновлениями, смотрите понравившиеся эпизоды прошедших выпусков и анонсы следующих программ. В студии РНТВ был Игорь Прокопенко. До встречи в следующий понедельник, но не в 8 часов вечера, как мы с вами привыкли, а в половине девятого. Теперь программа «Военная тайна» выходит на полчаса позже. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова